И теперь переходим к новостям спорта. Прошедшие выходные стали богатыми на соревнования турниры. Так в окружной столице выявляли лучших пауэрлифтеров. В жиме от груди, приседе и становой тяги самых сильных спортсменов выбирали два дня. Сначала среди подростков, затем среди взрослых. Подробности далее. Юра Поздеев – самый юный спортсмен на сегодняшних соревнованиях. Пауэрлифтингом мальчик занимается всего полгода, но уже делает успехи. Говорит, что выбрал этот вид спорта не случайно. Чтобы не быть всяким, чтобы нормальным было то вещь, всякое такое. Ну, тебе нравится, да? Да. Лев Дубовцев тоже спортсмен-новичок. Занимается всего два месяца. Тренировки четыре раза в неделю. На сегодняшние соревнования парень возлагает определенные надежды. Жим, штанги, лёжи – это мое любимое упражнение. Потому что у меня руки сильнее, ног пропорциональнее. Вопреки всем стереотипам, что пауэрлифтинг – спорт не женский, большая часть участников всё-таки девушки. В сумме троеборья Юлия Шучалина берёт вес в 217 килограммов. Занимается уже два года. Я изначально сюда пришла похудеть. А потом пришла на соревнования своей подруги. Мне понравилось. Я тоже решила участвовать. Позади больше полугода вынужденного простоя из-за коронавирусных ограничений. По мнению тренеров и судей соревнований, отсутствие систематизированных тренировок очень сильно сказалось на уровне подготовки лифтеров. По техническим ошибкам есть нечёты. В председаниях это не десет. Большинство. И спортсмены выполняют упражнения без команды старшего судьи. Причём, по оценкам судей, самые юные участники этих соревнований стараются даже больше бывалых спортсменов. Все движения отточены до автоматизма. Технически начать поработать, но возраст и физиологические возможности пока не позволяют им. Но если работать, то будет всё хорошо. Сегодняшние соревнования, конечно, выявили сильнейших. Но основная задача их, по мнению председателя региональной федерации пауэрлифтинга Руслана Костылева, посмотреть уровень подготовки спортсменов. Все уже немножко соскучились, так скажем. Хотели, ждали, планировали провести в формате открытой тренировки, без участия зрителей, по ограниченному количеству человек. Но какие-то сняли ограничения, всё-таки разрешили проводить, но без зрителей. То есть зрительность не присутствует, присутствуют только участники сегодняшнего дня соревнований. Хотелось бы поблагодарить спонсоров сегодняшних соревнований. Это фитнес-клуб «Лабиринт» и пекарня «Хлеб из тандыра» за оказанную финансовую помощь в поведении этих соревнований, а также страховая компания «Югория». Соревнования по классическому пауэрлифтингу проходили в течение двух дней с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий. Среди мужчин в абсолютной весовой категории лучшим стал Иван Хозяинов. У юноши на первом месте Сайдамет Кайдыров. У женщин победителем стала Ольга Попова, а у девушек – Виолетта Хозяинова. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».